всем привет я начинаю новое видео закупок продуктовых сегодня не хотел идти в магазин принципе хотя я хожу по графику понедельник среда пятница три раза в неделю я стараюсь ходить в магазин мне удобно так на два-три дня купил продукты и все сегодня так а утром просыпаюсь или понедельник думаю может не ходить хлеб есть принципе поесть все есть думал думал вроде все езду не ну надо сходи думала у дениса не кофе кончилось думал он пойду за кофе хотя бы зайду ну чё на ты еще зашла немножечко покупки сейчас покажу оказывается мне нужна соль была у нас конечно сейчас мельничка есть до электрическая соль но когда вот например супы где много ложками соли нужно да неудобно все-таки мельнички это стоять очень долго надо крутить чтобы чтобы посолить нормальный суп так вот второе блюдо да нормально посолить все равно нужно это соль такая крупная гором и для мельнички крупную покупаем этом морской это обычно за 950 дешевая сама оказывается мне еще нужно было курица у меня курица не ожидала 114 рублей у нас килограмм стоит но без бумаги туалета я вообще из дикси не выхожу по 9 рублей морковку у нас я тоже вспомнила что кончилось 21 рубль килограмм у нас также из-за мельничка то что у нас это мельничка теперь с перцем электрическим у нас очень очень быстро уходит круглый перец горошком поэтому вот была по скидке по 20 рублей набрала две штуки потому что быстро уходит почти пачка за неделю у нас уходит но кнопочку нажал и мели теперь да хорошо удобно сахар мне тоже закончился принципе моего мало же едим же но тут же мы купили гриб чайный я тоже уже показывала а там на 3 литра нужно 15 ложек сахара кошмар вот так что купила сахар я вообще этот гриб я его так так делала так старалась я вечером сварила этот отвар этот из чая с сахаром оставила на ночь настаиваться и остывал чтобы он утром я процедила его залила в трехлитровую банку опустила гриб банку ставлю банку ставлю хотел поставить на место и у меня полбанки высказывает и полбанки у меня вылился этот чай ну ладно осталось хоть полбанки там пока гриб у нас маленький небольшой так что полбанки ему пока хватит вот так вот так что купила гриб делать ну и вообще цахара заканчивается дальше ну и зачем я туда вообще ходила за кофе якобс купила за 160 рублей тут сколько грамм с 95 грамм так купила молоко и оказывается нас тоже нету я космос много чего нету а так и не вспомнишь был один плюс один акция по 50 рублей получилось две штучки так и еще тоже крупы мою по акции 60 рублей булгур я мы никогда его не пробовали не знаю понравится нет дела попробовать тоже для разнообразия 60 рублей там дальше купила свои любимые хлебцы тоже у меня заканчиваются на бутербродики я делаю сейчас паштеты наделалась это вот вкусно с ним так по 30 рублей они такие хлебцы так как я еще сказал это магазин дикси москва цена московский так яшкина взяла вафельки давно не брала 50 рублей тоже пачка такая большая так мы взяла к там две штуки было акции тоже ну и корм них кончится еще и акции надо две брать до 50 рублей они там были дайте на другая мясной пир ну и взяла еще ананасе привезли у нас дикси ананасы по 100 рублей написано сладкий вкус не знаю такие маленькие они все там такие маленькие были где-то на килограмм сто взвесили попробуем если вкусные то можно брать потому что нет не дорого сто рублей давно уже ананасы не ели ну все вот это все у меня вышло на тысячу три рубля таково не переключайтесь сейчас будет видео других покупочек другого дня сходила я сегодня в магазин вот сумка не буду вам ее всю показывать сегодня там все одно и то же как всегда единственное хочу показать купил в этот раз гвоздик вообще никогда я не покупала вроде но не помню что я покупала тут я про нее начитала сейчас даже прочту что гвоздика содержит огромное количество витаминов а также фосфор кальций магний железо кроме того это пряность сильный антисептик не неспроста в период эпидемии урви масло гвоздики рекомендуют использовать для ароматерапии или можно заваривать с гвоздикой чай достаточно положить пару цветков в чайник тоже хорошая профилактика респираторных вирусных инфекций совет не покупайте слишком сухую гвоздику в ней нет эфирных масел опустите пару бутонов в стакан с водой качественная гвоздика будет плавать ножкой вниз или опуститься на дно если она плавает горизонтально значит эфирные масла из нее уже испарились вот такая вот оказывается хорошая штука гвоздика цена ее в дикси 95 рублей вот такой пакетик я ждала все когда будет скидка какая-нибудь но наверно не дождусь 95 рублей купила пакетик хочу попробовать добавлять в чай не пробовала сто процент натуральный продукт написанную такую цену ну что проверим как она будет плавать сейчас посмотрим вот такие гвоздички запаха сейчас мне не очень нравится надеюсь в чай будет вкуснее ящик купила лимончика буду заваривать полезный чай все бросаем стакан воды должно по или у потануть или по вертикально плавать горизонтально на шпаха хоп хоп ээээ эээ тоните офигеть короче это плохая дай ну-ка может намокнуть надо падай вниз хотя бы давай давай я чё девяносто пять рублей платила за плохую гвоздику а оп утонула все а ты будешь тонуть и ты давай то они они ну вот получается одна хорошая утонула а вторая плавает и она плохая значит в ней что значит значит в ней нет эфирных масел ну уже все она как бы уже плохая так значит будем искать другую гвоздику ну это конечно я попользуюсь она ж наполовину хорошая так ну ладно а еще вот хлебушек у нас дикте появился новенький пекарня из парижа прямо отдельный стенд у нас как всегда с утра же нету это хлеба не привозят пришлось взять такой хлеб пекарню из парижа конечно не дешевый такой багет стоит 45 рублей ну и все остальное все одно и то же кефирчик еще взяла кефирчик для чего беру кефирчик ой не кефирчик ряженку а кефир и ряженку беру теперь для позднего моего ужиного перед сном я хуже ну как за час до до сна сарая стакан кефиры или ряженки или пытаюсь приучить себя к творогу который я не очень люблю вот себе такое легкое чтобы ночью не встать и не сорваться не поесть что я очень люблю делать все остальное тоже говорить не буду все это вы видели сто раз все сейчас буду заваривать себе вкусный чай пробовать надеюсь он мне понравится по крайней мере достала свой заварочный чайник издалека где-то из-за крома потому что мы заварочным чайником почти не пользуемся завариваем все пакетиками до чай ну вот решила теперь так и заварить положила туда три чайные ложки обычного чая и одну чайную ложки мяты у меня есть такая старая старая мята сушеная не знаю сколько ей лет но я думаю уже витаминов может у нее уже никаких и нет но запах вкус по крайней мере остался это уже еще прям посмотрел этот год этой баночки но эта баночка из-под кофе просто тут что пересыпано мято сушеная 2001 год баночки и мы редко пользуемся ну ты чайной ложкой положил вкус есть запах есть но витаминов наверное уже нет конечно надо уже хорошую мяту купить где-то взять вот сейчас складываю сюда еще три кружочка лимона и 10 гвоздиков этого гвоздики вот еще хорошо сюда положить это корочку мандарина например но этого у меня нету все сейчас заливаю все это и наставлю наставлю на стою и будет вкусный ароматный чай а главное полезный попробовала сейчас чай добавила конечно митку немножко в чайную ложечку очень вкусно получилось что-то напоминает где-то я такой чай уже пробовал вкусно со гвоздикой я думал честно запах гвоздики я не очень люблю в чай и этот запах не чувствуется а вкусно я наверно теперь будут зимой заваривать этот чай сегодня у меня продукты из магазина била у меня цель цель была купить мясного что-то у нас тут заканчивалось и фруктов у нас выходные это начинается мясное я люблю покупать мясное я люблю покупать в береге не люблю покупать в дикси почему-то ну курицу да могу дикси купить а остальное мясо как-то не люблю там покупать и дороже и получается по моему и мясо само мне не нравится дальше вот купила корейку 249 рублей килограмм у нас стоит ну а так он жирка мало просто на какие-то блюда пойдет мясные разделю на две части на два раза нам хватит ну приблизительно тут килограмм по килограмму все приблизительно чуть больше свинина духовая 229 рублей тут конечно жирка уже побольше это у меня пойдет на фарш перекручу тоже на пару раз поесть и грудинка опять купила грудинку если попадаю в дикси если там есть она тоже часто не бывает раскупают в биле а в дикси вообще такого не бывает в биле вот очень любим эту грудинку рецепт у меня есть как я ее запекаю на бутерброды в плейлисте рецепты ну сейчас наверху еще ссылочка с ней забуду вставлю будет на этот рецепт сегодня три дня мы ее ели на завтраке на Денису давал тоже на работу бутерброды с ней Лера сегодня встает а у нее бутерброд с колбасой она а где мясо я не хочу колбасу я хочу бутерброд с грудинкой короче нравится нам эта штука запекать так что в воскресенье вот запеку на понедельник опять им на завтраке буду делать с утра и взяла печенку вот в дикси тоже печенку по-моему не продают только куриную если так что тоже в биле всегда беру сто пятьдесят девять рублей килограмм ну любим печенку единственное что забыла у нас сметаны нет наверное пойду в школу еще докуплю сметану потому что люблю все-таки печенку больше в сметане но она не такая сухая получается и с лучком вот курица курица у нас там ой забыл сколько курицы сто пятнадцать рублей что ли где то ну где то так может дверь взяла тоже сейчас разделю там где грудку отдельно где что и фрукты купила фрукты мандарины пятьдесят девять девяносто цена за килограмм яблочки я вот в основном если берем в магазине только голода более-менее нам нравится вкус кисло-сладкий вот такой больше всех за восемьдесят девять девяносто килограмм был так цены и бананчики наши любимые по сорок девять девяносто ну что спасибо что досмотрели это видео до конца если вам понравилось нравятся такие видео поддержите наш канал подпишитесь пожалуйста всем пока